Это ладно. А то зачем ты не будешь сидеть? Дальше. Да, все, как вы тут не одеваете. Наденьте, сидите. Тут боковая все не будет. Ребенки, сейчас берите. Так, мы тут разберем пока уже. Маленько, постойте, послушайте. Так, мы немножко задержались. Ну, это наше дело. Будем ответить, кто что делал. И как ты своей работой довольна? Объясни. С чем занимался до завтрака? Как твоя работа была? Вот они, они, тебя и гайтаны, все лезать. Ну, с чем вы надеваете такую шелк? Один раз. У меня сколько светилов было, далили. С севера. Такие дорогие светила. Устав принятых. Светку чтоб не было, надевать только под рубашку. Я их собрал, не знаю, два рюкзака надо набил. В дом инвалидов. Больше ни одного замечания нет. Без рукав ты все истребил в один день. Просто одно и то же. Одно и то же долблю, и как будто бы вот это вот. Самое бессовестное. Хоть говори, хоть нет. Глаза сивкины, говорят. Лошадиные. Так жить нельзя. Я вам это говорю, потому что много раз предупредил. Так, слушай внимательно. Базак его. Базак его. Базак. Застегнись. Вы расстегнуты, как блатные. Николай чем занимался? Шкурил, как и все. Сучки опрубал. В принципе, нравилось. Ты смотрел иногда на других, как другие работают? Смотрел. Вот вновь прибывшие, я называю вновь прибывшие. Вот двое, значит, Андрей, Александр. Ну, и Дмитрий, вот трое. Лучше всех работал Дмитрий. Ему сказал, вот он стоит ниже родственного. Хуже всех работали вы, Андрей. У Андрея работа такая. Вот я с ножа показываю. Ножик дал. Нож. Для людей сразу шкурку снимает. У него работа такая вот. На дне месте стоит. Даже на компоте заработаешь. Это или не жена, или заработает. Это никто на работу никогда не возьмет. Только посмотрит, зачем он мне нужен. Раньше хозяин, который набирал работника, ну, какое-то там, по сельскому хозяйству, он первым делом кормил. Кормил и смотрел, как они едят. Вот собак, когда делаешь, есть капель и есть сука. Сука это не женщина, это собаки. Но женщина называет этим именем, позорит собаку. Она хуже его. Или мужчина называет капель без хвоста. Капель этого не делает, что он делает. И вот она принесла восемь щенков. Он должен их выкормить в течение месяца. Ни одного никуда нельзя продать. И приходит хозяин капеля. А сука там, где ощенилась. Он говорит, начинает кормить. Своицы смотрят, как они едят. Который самый жоркий такой. Он говорит, это этот мой. А остальные хозяина. Теперь он подает готовить. Второй самый лучший, только хозяину. Самый лучший осеменитель. Понятно? И хозяин сходил, смотрел, как работает. Это мама моя рассказывает. Там два наемных было богатые. Один такой щернявенький. До того, говорит, веселый мужик. Ну либо поболтать, как с Николаем. Заведет. И навечно говорит, спать раньше, щезы будешь шевелиться. А другой такой, борода такая у него, рыжий. Строгий был, говорит. Там пошевелились. И мы, девчонки, всегда бежали к этому, к рыжему столову. Причем он платил в два раза больше. Она девчонку, кто платил, кто платил. Дома-то ничего не было нигде. Он смотрел, чтобы они работали. Я вот говорю тебе, вчера сделал замещание на работе. Там везде одинаково работаешь. Но можно измениться? Не знаю. Ваша специальность не побуждает к этому. С чем вы питались, не знаю. Я ничего про вас не знаю. Я вижу, только скажу, опять стоит на ножичке. Либо шевелилась рука. А вторая, вот это замещание, четыре раза сделал замещание. Со временем рука, вишня, она не нужна вам. А мне не хватает двух рук. В четыре руки хочется работать. Я сейчас сказал, из трех, самое лучшее в миллиметре было. Я сказал, когда, допустим, жертв, так делать, чтобы под низ захватить. Когда перевернешь, когда сделаю, там два пальца. А вас перевернешь, там две трети еще не тронут. Так, сестры, идите, чтобы не опоздать. Видите, ну одна остается, а то так обихаживайте. Останешься? Одна. А быстренько переоденьтесь немножко. Там все-таки какой-то акафит или что-то уходит, не знаю. Самое ужасное состояние, когда человек бессовестный. Он не слышит голоса Божия, не слышит человеческого. Совесть, это мой апаризм, он в интернете есть теперь. Это тот участок души, через который слышится голос Божий. Это совесть. А когда все замуровано, есть люди с сожженной совестью. Мой отец без руки, но большая семья, он ее кормил. А он знал, что я в себе ножницы, там, ножи, пилы, пилы, большие пилы тащил я. И он всегда говорил, сынок, тебя призвали печь делать, сделай так, что тебя еще раз пригласили. Ты знаешь, что такое ТРЕСТ? Это огромная организация ТРЕСТ, железнодорожный ТРЕСТ. Я работал в ТРЕСТе. А там отдельное управление, отдельная строительная бригада. ТРЕСТ обладает всем. У меня в ТРЕСТе первое место было по выборке. И бригадир, Кобзин Сергей Молодой, кому-нибудь, он меня записал премиальной, премиальной давали. Начальник узнал, Рябакой с фамилией, что баптистам давать никогда. И в моем премию он перевел на кассира, а та сидит вся наколотая такая. А он им сказал и говорит, да дайте мне еще пять, чтобы было шесть баптистов. И эти восемнадцать человек, сколько бригад, уберите, они мне не нужны. А почему? У меня двести восемьдесят процентов выработки. И я себе ничего не приписываю. Я не строитель. Но Господь меня туда послал. Дал экзамен сельскохозяйственного института. Потом документы забрал, потому что технику научиться легче. Меньше. А надо себе упорить. И не жалею. Эта специальность меня прокормила. Я сорок лет пещи только клал. Вот приходят плач пещи, еще раз повторяю. Дня четыре они вокруг пещи. Два-три человека. Я один прихожу. Две пещи. Две пещи за день. Хозяев всех упарю. Они вот так бегают. Ребятишки маленькие, кирпичники, обломки. Все подают, что надо где-то. Сразу у вас, говорит, энергия заряжающая. У вас угощающая. Рядом с вами любой руки опустят. А зачем жить? А я тебя буду жить когда-то. Все равно до вечера как-нибудь дотяну. Она говорит. Я знаю, холодильник у меня там лежит. Но подумал это. В первую очередь задницу отарвать от скамейки надо. Потом за двери дойти. А потом холодильник открывать нет. Какую еще шагерить не буду. ОЗ. Вот как. Так, ребята. Я вас расставлю до конца где будет. Остается здесь. Здесь остается Димитрий старший. Я уже могу точно сказать, кто будет здесь. Вы остаетесь с ним. Этих забираете. Вы берите с собой Александра. Этого забираю я. Володя команду женскую набирает. Так, вы идете в лес. А вы со мной идете туда. Туда все привозят. Нам нужно что делать. А там мы пойдем себя жлить. Володя привезет нам эти столбы. Этого я никуда не придерживаю. Кто возьмет его? Кому нужно? В лес. Все в лес. Топор ему даже. Топор сделаем, чтобы из руки не выпускал. Потеряет. У меня прекрасный нож был. Спецзаказ. Есть такая ножовка. Грель степелить. Ее не согнуть еще нельзя. И из нее мне сделали нож. Вот такой вот. Обрезать книги. Вот с одной стороны заточки только идет. Я им дал здесь. Дал с концом. Сколько раз лежу, нож валяется или где-то. Ну где-то. Потеря не могу найти. Володя, когда костер сходить, задом перешлестить это, что там сожгли. И может быть он там. Его сжечь нельзя. Так обедаем и расходимся сразу же. В лес со мной Николай и еще кто-то. Я ш 미целик и еще не буду сжечь. Я не могу. Поймите.